Скажем вместе, терроризму нет, миру нужен солнце, яркий свет, чтоб не проливалась кровь людей, чтоб погибших не было детей. 3 сентября – памятный день, когда отдают дань уважения геройски погибшим сотрудникам силовых структур в борьбе с террористическим злом и вспоминают невинных жертв терактов. Сегодня отметить значимость этой даты на мемориале собрались представители различных ведомств и органов власти. К собравшимся обратился спикер регионального парламента Магомед Тумгоев. Мы столкнулись с мерзостью и бесчеловечностями тех, кто решил примерить на себя роль грешителя человеческих судей. Об этом нельзя забывать для того, чтобы наши дети никогда не столкнулись с чем подобным. На мероприятии присутствующим напомнили терроризм – горькая реальность, с которой столкнулась и наша республика. Ингушетия не раз становилась объектом террористических актов. Ради мирной жизни народа отдали в своей жизни более 400 сотрудников правоохранительных органов. Погибли ни в чем не повинные люди, также более 3000 раненых и столько же детей, которые остались сиротами. Я знаю, что такое потерять родного, близкого. И нельзя допустить, чтобы терроризм уничтожал жизнь, которую дал Всевышний. Я считаю, что каждый человек, кто уважает себя, кто является патриотом малой и большой родины, сегодня должен быть здесь и сказать «нет» терроризму, сделать все, чтобы это не коснулось ни одной семьи, чтобы ни один человек не плакал, что террорист, который целенаправленно идет на теракт, не повторил вот это. Чтят память погибших от рук бандитов старшее и подрастающее поколение. Молодежь должна знать и понимать, какое зло несет международный терроризм и должна уметь противостоять ему. Сегодня наша молодежь одурманена, у них сознание еще не созрело. Поэтому вот в соцсетях, которые сидят, они психологи, они умеют как довести до сердца. Для меня большая честь участвовать в таком мероприятии, и я рада, что проводят такие мероприятия, и что сегодня здесь собрались почти все жители Ингушетии. В течение десятилетий отечественными спецслужбами, правоохранительными структурами и органами власти проведена масштабная работа, в результате которой существенно снизилась террористическая активность. В несколько раз сократилось количество террористических преступлений. Все возможное делается и сегодня. Собираться каждый год на мемориале памяти и славы ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом уже стало традицией. В завершении мероприятия присутствующие почтили память погибших минутой молчания, а после возложили цветы к вечному огню. Только грязная доза блестит поселилась в сердцах живых. День солидарности в борьбе с терроризмом установлен в 2005 году с целью сплотить усилия общества и государства в борьбе за спокойную и мирную жизнь каждого гражданина. Малика Измайлова, Сулейман Костоев, Новости 24.